Всем здравствуйте! Доброго времени суток! С вами я, Ника. Это мой канал Московские люди. Миленькие мои, у нас тепло 29 градусов. Ожидается завтра гроза. Я иду из поликлиники. Мне поставили очередные два укола. Вену и внутримышечную. Но с трудом, с трудом на другой руке, которая у меня нерабочая, нашла она одну вену. Посмотрела то, что у меня вздулось. Она дала рекомендации. Сказала, не переживайте. Я говорю, я не переживаю. У меня была похожая ситуация, только гораздо хуже в больнице. Капельница капала мне, а я лежала в телефоне, не смотрела. Только чувствовала, что чуть-чуть руку ломит. Вот понимаете, как ломота. Ну, я списала это на то, что я вообще тяжело переношу и вливание. Мне больно. Капельница. Ну, такой у меня организм. Такой меня родили. Ну, я думаю, ну, ничего, потерплю, лечиться надо. Когда уже мне стало не в терпеж, я повернув голову, я обомлела. У меня была огромная шишка. Ну, естественно, нажала на кнопку, конечно. Всё, там прибежали. Отключили капельницу. Потом долго мы эту руку лечили. Вот. Ну, там мне говорили мазать гепариновой мазью. А сейчас мне медсестра сказала лучше троксивозин. Даже не троксирутин, а именно троксивозин. 7-8 раз мазать. Рука будет жёлтая, ничего страшного. Мазать, подсохнет, опять намазишь. Я говорю, пройдёт. Она говорит, да, пройдёт. Говорит, не переживайте. Я говорю, да я не переживаю, нормально. Она говорит, меня другой вопрос беспокоит. А куда мы остальные вливания будем делать? Вен нет. Я говорю, забирайте кисти. Вы не против? Я говорю, конечно, нет. А выход-то какой? Лечиться-то надо. На кистях, слава богу, пока ещё вены есть. Вот. И будем вливать туда. Самое страшное не это. Самое страшное, самое главное. Я её спросила. Говорю, всё дело в том, что, как мне обещал врач, после первой процедуры ты замечаешь улучшение. Сегодня была третья процедура, да? У меня нет улучшений. У меня всё больше и больше ползёт крапивница. А дышка меня так же мучает. И я её спросила, через сколько процедур будут изменения. Она сказала, а не факт, что они вообще будут. Учитывая, говорит, ваш такой организм непростой, может быть, и ничего изменений не будет. Ну, в общем, посмотрим. Я так решила, что... Может быть, завтра. Ну, в общем, я постараюсь в ближайшие дни уже поехать. Сто раз говорю про эту больницу, 52-ю. Поеду я туда, пусть они принимают решение, потому что... Ну, а чего ждать-то? Прохожу мимо храма, цветочки. Кстати, миленькие мои православные христиане, сегодня праздник иконы Владимирской Божьей Матери. Я вас, дорогие мои, поздравляю. Прям вот на фоне храма вас поздравляю. Сейчас зайду в храм и поставлю свечку. За всех моих подписчиков, не зрителей, а именно тех, кто подписан на меня, христиане, я за вас поставлю свечку, помолюсь. Вот такая здесь красота. Там идут ремонтные работы в воскресной школе. Ну, всё, миленькие мои, я зайду в храм, поставлю свечу. Если там удастся, сниму. Если нет, значит, простите. Миленькие мои, вот в храме я, вот цветочки. А завтра день рождения, он в течь. По-моему, так у себя не нашлось. Вот, одна за вас, одна за мою семью. Ставлю свечечки. Сейчас, миленькие мои, зажгу, потом перекрещусь. Вот, видите, да? Из поликлиники. Опа. Так, одна. Вот, вторая. Сейчас я отключусь. Показала, отключусь, помолюсь, потом включусь. Молилась за пахочку, свечечку поставила. Царство небесное, вечное покое. Поговорила сослужительница о том котике, которого здесь я встретила. Я же вам говорила, отец Владимир, мой духовник. Знаете, какие красивые цветочки здесь. Мой духовник умер сначала, а потом мой папа. И вот котик, который был его котиком, до сих пор ходит на кладбище, на его могилку. И сидит там, какой красивый у нас храм. Миленькие мои, я сегодня вас всех поздравляю с праздником. Здоровья вам всем желаю крепкой, бодрости духа, божьего благословения и покровительства Матери Божьей Владимирской. Будьте счастливы, миленькие мои. И вечером уже будет служба по поводу Рождества Иоанна Притечи. Я заказала, все поставила, все сделала. Ну, все, миленькие мои. Показала вам храм. Все, я буду выходить из храма. Простите, что тихо говорю, потому что я в храме, слышите, да, молитву читаю. Розовый куст. Разрастается все больше и больше. Такая вот красота ромашки крупную. Там священник. Сейчас дойду, я помолюсь. Ну, все, миленькие мои. Я всем вам желаю крепкого здоровья. Хорошего настроения. И мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. Это мой канал. Московские будут. Всем пока-пока. Всех благодарю, миленькие мои. Всех без исключения. Всех и каждого, кто заходит ко мне. Смотрит меня. Пишет комментарии. Ставит лайки. Вас особенно благодарю. Низкий вам поклон. Спасибо, миленькие мои. Будьте счастливы.